Очередная проверка рязанскими дорожными полицейскими технического состояния маршрутных автобусов выявила сразу нескольких нарушителей. С помощью специального оборудования инспекторы измеряли люфт рулевого управления. Проводим измерение. Тихонечко рулево. Он нам пишет. Пишет. Что же там пишет? Ничего, вот только написал. Суммарный люфт выбран. Возвращаем руль в исходное положение. Суммарный люфт, смотрите, у вас 85, а допустимый 20 для автобуса. Далее при осмотре выяснилось, что передние колеса имеют разные протекторы, а у водителя права просрочены, внимание, почти на год. Здесь вопросы и к инспекторам. Как можно вводить пассажирский транспорт с годовой просрочкой? Разве обязательные проверки не должны были выявить такое нарушение сразу? Время зарегистрировано до 2012 года. У нас на дворе уже конец 2013, можно сказать. А все ездит. Вот. То есть о чем говорит? Не водители сами не проверяют документы свои, не должностные лица, которые обязаны это делать, которые за это получают зарплату, упускают на линию с документами, которые не имеют уже своей силы. Применяется к водителю административная санкция. Составляется протокол административного правонарушения. Запрещается эксплуатация путем снятия государственных знаков. Обратно будет разрешена эксплуатация и возвращены государственные регистрационные знаки только после того, как водитель устранит и должностное лицо данную неисправность. Вот повторный замер этим прибором. И будет разрешена эксплуатация. Автобус обратно вернулся на дорогу. Только за короткое время рейда рязанские дорожные полицейские сняли с рейса два маршрутных автобуса. Причем в обоих случаях в документах на руках у водителей стояли отметки об отсутствии неисправностей. Полицейские признают, что такое поведение владельцев-перевозчиков довольно распространено. Зачастую на пассажирский рейс выходит настоящий чермет. Получается, что главная цель для ушлых деляг от транспорта – извлечение максимальной прибыли. А следить за техническим состоянием автобусов для них весьма накладно. Почему нас возят, что называется, на дровах? Вопрос и к транспортному подразделению мэрии, и к депутатам Гордумы, которые входят в профильные комиссии. А пока рейд был и прошел. Сколько неисправных автобусов вышло в рейсы сегодня – неизвестно. Чем закончатся поездки – не хочется представлять. Корреспонденты любят заканчивать проблемные сюжеты фразой, которая начинается так – остается надеяться и так далее. В нашем случае всем нам, пассажирам, остается надеяться лишь на одно – вечно неистребимый русский авось.